Подарили москвичам возможность собрать атомную подводную лодку и увидеть, как она работает. Сотрудники Краеведческого музея побывали на 17-м международном фестивале Интермузей-2015. В столице собрались более 130 музеев со всей страны. Все боролись за главный приз – 750 тысяч рублей. Среди экспонатов в музейной субмарине в столице побывали вот эти два макета. Лодку в чемоданчике смог собрать любой желающий, а на экспонате – лебедь, завеса, кура и другие. Посетители увидели работу антеннных устройств и средств спасения. Свои проекты выставить в Большом зале Манежа желали более 300 музеев страны. Посчастливилось стать участниками лишь половине. Северодвинский Краеведческий музей стал единственным представителем нашей области. В родном городе экспонаты отсутствовали пять дней. На Интермузее северодвинцы побывали впервые. Были созданы музейные кварталы. Наш музей представлял себя в квартале наука и техника. Каждый из музеев получил место. И здесь мы показывали и рассказывали о себе. Представляли, допустим, фотографии, представляли свои проекты. Московская публика очень тепло приняла наши экспонаты. Как рассказывают сотрудники музея, посетители возвращались к макетам лодок не раз. Вести экскурсию в Москве было просто. Посетителями часто были северодвинцы, которые теперь живут в столице. Были люди, которые раньше работали на Севмаши, на Звездочки. Приходил один уже такой дедушка с внуком, который когда-то в 1948 году закончил Молотовский соностроительный техникум, которому преподавал Леонид Георгиевич Шмидельский. И который нам на Интермузее рассказывал, как Шмидельский читал лекции наизусть. И это было настолько приятно. Это были такие замечательные моменты. На Интермузее в основном выставлялись федеральные музеи. Представителей маленьких городов было несколько десятков. Главный приз 750 тысяч рублей уехал в Нижегородскую область, выставочный комплекс «Святская». Но наши краеведы говорят, в Москву ездили за опытом и уже подготавливают проект «Город тот дорог». В 2016 году горожане увидят первые дни жизни нынешнего Северодвинска. Евгения Карелина, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.